Время новостей на телеканале Север. В студии Василий Хатанзейский. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. 8 новых случаев заболевания COVID-19 выявили в регионе за минувшие сутки. В числе заболевших три моряка. Эвакуированное с рыболовецкого судна капитан Долгих. 22 декабря в самый темный день в году в России отмечают День энергетика. Название «Заслуженный энергетик Российской Федерации» указом президента присвоено сотруднику Наринмарского морского торгового порта. В прокуратуре Ненинского округа утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении работника нефтегазодобывающей компании. Дело направлено в суд. 8 новых случаев заболевания COVID-19 выявили у жителей региона за минувшие сутки. В числе заболевших четыре жителя Наринмара и житель Шойны. Кроме того, в числе заболевших три моряка, эвакуированных с рыболовецкого судна капитан Долгих. Таким образом, с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 3448 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 3200 человек. За прошедшие сутки 14 пациентов. В регионе зарегистрировано 84 летальных исхода от коронавируса. В настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19 подтвержденным результатами ПЦР-лаборатории уровня референс находится 138 человек. Еще у четырех пациентов коронавирус подтвержден результатами исследований методом иммуноферментного анализа. В целом на лечении в регионе находится 142 человека. Из них стационарное лечение получают 25 человек, амбулаторное – 117. На учете в управлении Роспотребнадзора состоит 985 человек. Напоминаем, что в Ненинском автономном округе действует режим повышенной готовности. Посты эпидконтроля в аэропорту Наринмара на посадочных площадках Нижней Пёше ОМИ-НИСИ. Обязательный масочный режим – система QR-кодов при посещении общественных мест и мероприятий. Постановление главного государственного санитарного врача ПАНАО об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан по эпидемиологическим показаниям. Закон и порядок. В прокуратуре Ненинского округа утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении работника нефтегазодобывающей компании. Он обвиняется в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. По версии следствия, в октябре 2020 года исполняющий обязанности мастера бригады по транспортировке товарной нефти территориального производственного предприятия одной из компаний-недропользователей руководил работами по очистке от нефти выводимого из эксплуатации трубопровода, проходящего через реку Колва на территории Харягинского нефтяного месторождения. При этом в нарушении требований законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов обвиняемый дал указание подчиненным работникам бригады о проведении очистки трубопровода не в соответствии с утвержденным алгоритмом действий. В связи с этим образовалось избыточное давление и разгерметизация трубопровода, приведшая к попаданию более трех кубометров нефти на почву прибрежной зоны реки Колба с последующим попаданием нефтесодержащей жидкости в водный объект. В результате загрязнения указанной территории Российской Федерации причинен ущерб на общую сумму почти 25 миллионов рублей. После вручения обвиняемому копию обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Наринмарский городской суд для рассмотрения по существу. В собрании депутатов Ненецкого автономного округа подводят итоги законотворческой деятельности уходящего года. На заключительном в этом году заседании постоянной парламентской комиссии по социальной политике подвели итоги года. Среди наиболее важных принятых решений можно выделить изменения в закон по защите детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Депутаты приняли решение продлить меры социальной помощи детям-инвалидам до момента окончания их обучения в специализированной образовательной организации, а не только до 18 лет. Кроме того, принято решение по расширению направлений использования единовременного пособия семьям-усыновителям. Размер данного пособия с учетом индексации составляет 539 тысяч рублей. Пособие выплачивается поэтапно. При этом средства пособия второго и третьего этапа в суммарном размере 377 тысяч рублей имеют целевой характер. Выплату можно направить на улучшение жилищных условий усыновленного ребенка, получение образования и оздоровления ребенка, получение платных медицинских услуг, приобретение товаров длительного пользования и ремонт жилого помещения. Депутаты добавили еще и приобретение транспортного средства, а также исключили этапность получения целевой части пособия. Увеличена компенсация расходов за коммунальные услуги сельским специалистам. Депутаты предложили применить повышающий коэффициент не только в первом квартале года, но и в четвертом. Установлена ежегодная фиксированная выплата в размере 9 тысяч рублей к учебному году на компенсацию расходов многодетным семьям. Эти средства семья может направить на покупку одежды, обуви, спортивной формы, школьные канцелярские принадлежности или школьный спортивный инвентарь. Депутаты совместно с профильным ведомствами детально проработали расходы окружного бюджета в сфере здравоохранения и социальной защиты на следующий год. Объем финансирования по департаменту на следующий год составит более 5 миллиардов рублей. Сохранены все меры социальной поддержки населения в полном объеме. На эти цели потребуется более 2 миллиардов. Кроме того, со следующего года по 13 направлениям они будут проиндексированы. Сельхозпроизводителям Ненецкого автономного округа возместят часть затрат на заготовку кормов. В департаменте природных ресурсов, экологии и АПК Ненецкого округа подвели итоги отбора получателей субсидий на возмещение части затрат на приобретение кормов для крупного рогатого скота. Субсидии получат Ненецкая агропромышленная компания, СПК ХАРП и СПК СУЛА. Как сообщили в департаменте, субсидию предусматривается возмещение до 50% затрат, понесенных на приобретение кормов для крупного рогатого скота в 2021 году. Данные меры принимаются впервые. Они предназначены для снижения затрат хозяйств на проведение кормозаготовительной кампании. На реализацию сезонной меры поддержки выделено целевое финансирование из резервного фонда правительства РФ в размере 2,4 млн. рублей. Кухня с северным вкусом. В Москве состоялся гастрономический фестиваль. В старинном особняке Лофт Холл восемь шеф-поваров арктических регионов демонстрировали уникальное блюдо коренных народов Севера. Ненецкий округ представлял бренд-шеф Александр Ермолин. Наталья Дуркина продолжит тему. Имя Александра Ермолина у многих наринмарцев на слуху. Шеф-повар – местная знаменитость. Его блюда северной кухни уже побывали не только в России, но и дегустировались в Греции. Александр часто выезжает на гастрономические фестивали, где и представляет наш северный регион. Так случилось и в этот раз, когда в Москве анонсировали фестиваль северной кухни. Готовясь к нему, шеф-повар провёл опрос социальной сети ВКонтакте о том, что же приготовить и чем удивить столичных жителей. Рецептов и предложений посыпалось предостаточно. Целая кулинарная книга Ненецкого округа. Рыбу я взял из тех рецептов, которые они написали, выбрал подходящие под более европейские. Потому что понимаете, что когда из средней полосы человеку приставить, допустим, рыбу посола, и он не сможет это съесть. Для него это будет очень в диковинку и достаточно невкусно. Это мы с вами привыкли. В первый день гастрофестиваля арктической кухни прошла фуршет-презентация. Лучшие шеф-повара северных регионов продемонстрировали свои блюда. Затем ещё одно мероприятие – гастрономический ужин. Необходимо было сделать пять подач разных блюд. Для этого шеф-поваров разделили на пары. Началось творчество. Александр признаётся, обмен опытом необходим в процессе профессионального роста. Я отвечал за гарнир и мясо, а Женя, Красноярск, он отвечал за своего са, как бы, и подачу. Вот. И вот все, все вот так соединились, получается, все выработали в паре. И понятно, что мы обменялись в опытом. Как бы там очень много людей было, и опыт переняли друг у друга. Мы ещё договорились между собой, что при малейшей возможности будем ездить друг к другу. Вот. Меня просили пригласить Якутию на ягоды сюда. Вот сказали, когда у вас ягоды пойдут, это, конечно, август, август. Вот. Мы с удовольствием к вам прилетим. Во второй день была битва шефов. После проведения жеребьёвки Александр Ермулин встал в пару с шеф-поваром из Чукотского автономного округа. Им предстояло посостязаться с представителями от Архангельска и Красноярска. И у нас было набро продуктов, получается, из людей, которые там присутствовали, они выбрали три продукта для нас, три продукта для них, то есть основные продукты. Нам попала семга, мороженка и шампиньоны. У них было оленина, сердце оленя и перец болгарский. Вот. И нам нужно было за полчаса придумать блюдо, сделать пять порций и отдать на дегустацию. На суд жюри была представлена томлёная семга с морожковым соусом и белыми грибами. У оппонентов же фаршированный перец. Жюри, ну, недолго, долго решалось, но всё-таки в пользу ребят с олениной, потому что я понимаю, что в Москве семга-то есть, а вот настоящая оленина, как бы, ну, её очень мало. И если даже есть, но она достаточно дорогая, не каждый себе может позволить. И как бы они, понятно, что дали предпочтение тому, что они редко ели. Разноплановая деловая и гастрономическая программа фестиваля направлена на популяризацию национальной кухни северных народов арктических регионов, развитие гастротуризма, сохранение традиций севера. Хотел бы сказать спасибо реальным организаторам, потому что ребята очень молодцы. Шеф-повару ресторана «Луфт Холл», потому что вот Женя Кравченко, он просто молодец, он выдал нам ребят. То есть я приехал сам с нашего региона, вот, а ребята приехали попарно, тут и втрое других регионов. Мне было тяжело, но он сказал, так, все, я тебе не проблема, нужны люди, ты мне говоришь, все. И в первый день, все, я пришел утром, у меня два повара, хороших повара, профессионалов стоит. Все, я им работу раздал, и они пошли работать, я вместе с ними. В рамках гастрономического фестиваля представители туризма от Неницкого округа презентовали наш северный регион. Рассказывали о том, что, собственно говоря, представляет себя Неницкий автономный округ, чем здесь можно заняться, и чем он, собственно, уникален в сравнении с другими регионами. Такие мероприятия очень важно проводить, и очень важно участвовать в таких мероприятиях, потому что про регион узнает все больше и больше людей. Тем более сейчас действительно набирает обороты такой тренд, как гастрономический туризм, люди ездят не только получить новые эмоции, но и получить новые вкусовые эмоции. То есть, приезжая, понятное дело, в такие уникальные регионы, как наш, арктический, только здесь есть возможность попробовать натуральные, непривычные человеку продукты. То есть, это оленина, это дикоросы, все наши. Фестиваль прошел в рамках председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. В ходе фестиваля наряду с деловыми сессиями проходила масштабная шоу-программа с участием лучших шеф-поваров из восьми арктических регионов России и стран-членов Арктического совета. Наталья Дуркина, Дмитрий Лукевич, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». 22 декабря, в самый темный день в году, в России отмечают День энергетика. С праздником принято поздравлять всех работников энергетической промышленности, занимающихся выработкой передачей и сбытом электрической и тепловой энергии. О работе Сергея Никитина, старшего электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования морского торгового порта, расскажем в нашем материале. Рабочий день Сергея Никитина, старшего электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования морского порта, начинается с технического осмотра. Его основная задача – обеспечение бесперебойного и аварийного снабжения порта энергией. Самое главное правило – голову включать, в первую очередь. Обдумать и всё. Проверить всё. Ну, условно, так вот. Сейчас навигация закончилась. В морском порту затишье до весны. Но проверять оборудование всё равно необходимо, чтобы потом не было сбоев. И портовые краны, суда получали бесперебойную электрическую энергию. Таких колонок 24 штуки по всему порту. Кобеля подходят снизу, а питание идёт сверху. Ну, потребители. Краны или любое другое оборудование сам отсюда. Запитываются вот трехлазы, ноль там и всё. И распределение пошло сам по причалам. Здесь конкретно четвёртый причал. Это колонка номер один. Там дальше колонка два. И так шесть штук вдоль причальной линии. Весной перед наводнением часть колонок приходится демонтировать. Потому что причал построен на разных уровнях. Иногда вода поднимается до критической отметки и заходит в порт. С электричеством всегда опасно, потому что он не виден. Электричество не видно, но дело всё в том, что раньше порт самостолько перегрузил. Ну, грузовых работ много шло. Детский садик, детский, ясли, 43 жилых фонда, сама дома, жилого фонда. Всё это обслуживано. Ну и, во-первых, грузов много шло так, что подводить порт уже никогда за столько времени. По нашей вине порт никогда не простаивал. Всегда всё работало, чётко, станция, всё. 46 лет назад, в 1975 году, совсем молодым парнишкой, только после техникума, наш герой устроился на работу в морской порт. Тогда, в самом начале трудового пути, работа в порту кипела. Особого внимания требовала эксплуатация оборудования. После 10-летнего срока уже запчастями не снабжали. Мне пришло ещё 28 ремонтов провести без запчастей, без ничего, но как это всё выдержал. До 2007 года станция работала, а в связи с удорожением топлива перешли на городскую энергию, но дешевле всё-таки. И несмотря на все трудности и опасности в работе энергетика, критических ситуаций в практике Сергея Никитина никогда не было. Всё и всегда было под контролем, не считая маленьких казусов. Дизель в разнос один пошёл, грузовые работы шли. Ну, от неуправляемой реакции он уже всё практически сам. Выключить успел, второй запустил сам, он там короткое пошло по причалам где-то. Ну, бывает такая ситуация. Ну, и всё, перешли тут тогда где-то. Электрик побежал, у меня по колонкам смотреть, где что, коротнуло. Ну, тут, ну, у нас вышли с положения быстро. Один остановили, второй запустили, всё проверили и дальше. В работу, так что диспетчер пришёл, у нас всё нормально. И перефразируя известное выражение, скажем так, если в порту зажигаются огни, значит, кому-то это нужно. Указом президента России Сергей Никитин удостоен звания «Заслуженный энергетик Российской Федерации». Ольга Русул, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Сотрудники ГИБДД подвели итоги дорожных происшествий в период с 13 по 19 декабря в Неницком округе. В Неницком округе на прошедшей неделе произошло 9 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом. Выявлено 258 нарушений правил дорожного движения, в том числе с помощью фото-видео фиксации. Установлен один водитель, управляющий транспортным средством в состоянии опьянения. В связи с ухудшением погодных условий, сотрудники госавтоинспекции обращаются ко всем водителям с убедительной просьбой быть максимально внимательными на дорогах округа, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим и избегать резкого торможения. Также необходимо обратить особое внимание на безопасность детей на проезжей части и на пешеходных переходах. В Новый год без долгов. Федеральная налоговая служба напоминает налогоплательщикам об уплате задолженности за 2020 год. Уважаемые налогоплательщики, в преддверии Нового года Межрайонная инспекция номер 4 по Архангельской области и Неницкому автономному округу поздравляет вас с наступающим Новым годом и напоминает об исполнении обязанности по уплате налогов для тех налогоплательщиков, которые не заплатили налог на имущество физических лиц, транспортный налог, земельный налог по сроку 1 декабря. Произвести оплату можно с помощью сервисов Федеральной налоговой службы России. Уплата налогов и пошлин или через личный кабинет налогоплательщика для физических лиц, а также через бесплатежные терминалы и онлайн-сервисы банков или отделения Федеральной почтовой службы. Персональный салют. Главное в запуске фейерверков – это безопасность. В Наринмаре определили места для запуска праздничных ракет и хлопушек. Под эти цели официально отведено две городские территории. Запустить праздничные фейерверки в Наринмаре в новогоднюю ночь можно будет в специально отведенных местах. На пешеходной зоне в районе улицы Рыбников, парк Юбилейный и в тупике по улице Пионерской, в районе пересечения с улицей имени Швецова. Кроме того, МЧС предупреждает, что при использовании ракет и фейерверков необходимо соблюдать некоторые правила. Первое, что нужно сделать с пиротехническим изделием, это ознакомиться с инструкцией. И также нужно обратить внимание при приобретении пиротехнического изделия, есть ли вообще на него инструкция, доступна ли она написана, на русском ли языке, все ли там моменты отражены, и уже в соответствии с инструкцией действовать. Ну, даже, например, кроме инструкции, есть, наверное, общепрописанные правила, что ни в коем случае пиротехническую продукцию нельзя применять дома, в помещении. Обязательно нужно выйти на улицу. Для этого, как я уже говорил, предварительно нужно ознакомиться с инструкцией по правилам, начиная с установки, то есть, как и где нужно установить, какая безопасная зона, на каком расстоянии зрителям можно находиться от данного изделия. Кроме того, важно помнить, что запускать пиротехнические изделия нужно в местах, где нет линии электропередач и при сильном ветре. А если ваша пертарда или фейерверк по какой-то причине не сработала, то? Ни в коем случае не нужно пытаться выяснить причину, то есть, подходить, заглядывать, изучать, что-то поправлять. То есть, подожгли фитиль, запуск не произошел. Некоторое время подождали, убедились, что точно уже не будет никакого срабатывания. Можно даже для уверенности присыпать это изделие снегом, опять же подождать. Но после этого уже очистить, также ни в коем случае не оставлять. И если соблюдать все правила обращения с пиротехникой, то новогодние праздники принесут только положительные эмоции. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – компания «Арент» по производству и продаже снегоболотоходов «Зырянин».